Здарова, дружище! Сегодня мы посмотрим с тобой Булджать, пиздатый чувак, очень крутой, я с ним лично общался, поэтому он хороший, мне очень доставляет его видосы, и посмотрим Сайлент Хилл от Кодзимы. Я аж говорить разучился, и вот он. Вот он, вот тут Кодзима, сука, настоящий гений. Когда с ума сходит с ума, это страшно. Когда с ума сходит десятки тысяч людей одновременно, это искусство. Когда десятки тысяч человек сходит с ума по одной и той же причине третий раз подряд, это Кодзима. А где я? А где я? Вот он я. Мне говорили, что я похож на китайца. Причем мне говорили, что это китаянки, так что я склонен верить тому, что они знают, что говорят. А еще другая девушка сказала мне, что я похож на женщину. Сука, блядь, ебал рот. Не ей. Он не играет на консолях, он играет на человеческих ожиданиях и фантазии, и с каждым годом у него это получается все лучше. Я в тебе вдул. Кодзима гений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите в группу БК и Дискорд канал. Подумайте, что он супер популярный, его и с деньгами проблемы. И впадайте в теорию, ведь с вами был джать. И мы начинаем. Канами показало, что будет влетать в новое поколение консолей с двух ног на обновленном движке Fox Engine. Как нас заверяли, движок был настолько технологичным, что фотография японца почти не отличалась от рендера этого же японца. Но едва аудитория успела впечатлиться, как Канами заявила, что технология будет использоваться в симуляторе футбола. Поэтому все лишь понимают. Почему в симулятор футбола всегда используют у себя какие-то важные вещи? Кто вообще играет в симулятор футбола? Типа самый лучший симулятор футбола, и все это знают, FIFA 2004. ...щики внули и слезли с хайп-трейна. Но самое интересное началось потом. На канале Games Radar Джефф Килли, ныне единственный ведущий всего, что связано с играми, провел интервью с главой... Хе-хе, дик. ...студии Moby Dick Йоакимом Морганом, который представил игру Phantom Pain. Кто такой Йоаким? Кто такие Moby Dick? Никто не знал. И скорее всего, всем бы было абсолютно плевать, если бы интервью не было бы таким странным. Йоаким предстал перед публикой с полностью замотанной бинтами головой, объясняя это последствиями некой аварии, а завершает... Это круто. Вот это мне очень нравится, когда продвигают игры при помощи интересных сюжетов и интересных фишек, чем просто рассказать про игру. ...сообщение внезапным поворотом сюжета. Джефф обнаруживает, что Phantom Pain работает на Fox Engine. Йоаким изображает, наверное, удивление, и интервью заканчивается. Что это было? Интернет задался этим же вопросом и стал строить догадки. Первая теория, как всегда, была безумной. Йоаким Морган на самом деле не человек, а компьютерная графика. Вспомнив, что Konami кичилась графикой неотличимой от настоящей, многие предположили, что Йоаким — это компьютерная говорящая голова, созданная для рекламы движка. Этому быстро начали находить подтверждения. Например, бинты на голове Йоакима нужны, чтобы скрыть несовершенство анимации и избежать эффекта зловещей долины. Ниже плеч его не показывали, чтобы выглядело все естественно, и в одном кадре с Джеффом он не появлялся, чтобы никто не смог сравнить живого человека и компьютерную модель. Слушай, а вообще классная идея. Была бы, если это правда, я не знаю, правда ли это, но в принципе идея классная. Теория набрала популярность и даже нашла кучу сторонников. На Giant Bomb даже провели опрос, и почти 30% людей были уверены, что Йоаким — графика. Теорию поддержал и сам Йоаким, в своем якобы официальном твиттере написав, что он CGI, что стало неопровержимым доказательством на форумах. Некоторые настолько поверили в эту теорию, что даже начали находить углы полигонов на бинтах. СПГС в чистом виде. Конечно же, Йоаким был живым человеком, исполняющий непостижимую волю японского гения. И, возможно, Кодзиме удалось бы запутать игровую общественность, вот только он не осознавал силу массового сознания. Ведь параллельно с версией о компьютерном Йоакиме развивалась другая теория. Это новый Metal Gear Solid. Логическая цепочка мыслей была крест... Ну, очевидно, потому что Phantom Pain. ...стально понятна. Представлять обновленный движок футболом — абсолютная глупость. Нужно что-то покрупнее. Имя Йоаким — это акроним Кодзима. Никогда, никогда, слышишь, никогда не пытайся скрыть что-то от интернета и обмануть интернет. Тебя сразу найдут и сразу всю твою неправду раскроют. Хидео работает в Konami, его самая популярная серия игр — это Metal Gear Solid. Дело раскрыто. В эту версию поверило больше людей. Хоть Konami вместе с Кодзимой еще какое-то время пытались увести аудиторию в дебри безумных версий, у них ничего не вышло. Игроки поняли, что Кодзима готовит новый МГС за два года до его официального анонса. Поэтому, когда Хидео решил сорвать покрывало тайны, получилось неловко. О нет, реклама! Я так и знал. Я так и знал, что он Кодзима. Я хотел об этом пошутить. Маску забинтованной головы и представил трейлер Metal Gear Solid 5, что... Ну, кстати, он не был похож на вот на этом моменте, когда он был забинтован. Вот почему он гений. Вот почему он гений. Он умеет правильно продвигать свои продукты. Совершенно никого... Ты думал, что твоя мать это твоя мать? Нет, на самом деле это Кодзима в бинтах. Ты думал, что твоя девушка это твоя подруга? Нет, это Кодзима в бинтах. Ты думал, что твой... Но ты... Его не удивило. Во время презентации зал не издал ни звука. Видать, все были уже в курсе, что сейчас будет, и скорее... Всего виноваты отводили глаза, чтобы не обесценить потуги гения. Но несмотря на то, что интернет слишком быстро справился с японскими тайнами, Кодзима не оставил... ...попыток шокировать аудиторию. Параллельно с анонсом Metal Gear Solid 5 в новостные статьи стала просачиваться информация, что Кодзима вместе с режиссером Гильермо Дель Торо собирается сделать хоррор-игру и позвать на главную роль Нормана Ридуса. После этого все вспомнили, что в 2012 году Хидео писал в Твиттер о том, что новый Silent Hill идеально бы подошел движок Fox Engine. А еще через некоторое время очередная никому неизвестная студия 7780 Studio показывает на E3 свой инди-хоррор P.T., вводя ноу-хау в виде первого в мире интерактивного тизера, который можно потрогать на PlayStation 4. Миллениал... Я думаю, они реально сейчас P.T. восстановят. ...изобрели демоверсии, все ясно. Подумали тогда все. И, возможно, поэтому Кодзима в трюк в этот раз сработал. Хидео намеренно сделал так, чтобы P.T. выглядело как типичный, шероховатый и скромный инди-проект с необычной концепцией и разбросал по игре несколько сложных головоломок, разгадка которых приводила бы игроков к истинному финалу P.T. Для решения поставленных задач нужно было провести неочевидные действия, использовать микрофон контроллера и находить записки на разных языках. Все это побуждало игроков кооперироваться и находить решение буквально всем миром. Но Кодзима снова недооценил силу интернета. Он рассчитывал, что игроки потратят минимум неделю на разгадку, но все задачи решили за полдня. Серьезно? Блять, в интернете что, сука? Гении сплошные живут. Как они это сделали? Полдня! Мне б на это год понадобился. Мир Шисопи Варпинг выложила полное прохождение P.T. на своем канале, и все увидели, что Кодзима спрятал в финале тизер Silent Hill с Норманом Ридусом в главной роли. Многие, конечно, предполагали, что новую часть Silent Hill анонсируют, но чтобы вот таким способом, до этого догадаться не смог никто. В отличие от 5 МГС, загадочность P.T. сработала намного лучше и заинтересовала куда больше людей. Хидеу не стал растягивать таинственность на несколько лет, да и саму P.T. как отдельную игру игроки признали невероятно пугающей и страшной. А потом они просто отменили P.T. Создавая надежду, что и сам Silent Hill будет таким же. На волне энтузиазма игроки начали строить новые теории. Гадали, что может значить последняя буква S в названии, стали чекать все монологи в P.T. и искать скрытые связи и посылки. Самая интересная теория заключалась в том, что P.T. это скрытое обращение Кодзимы к Канами, в котором он ругает компанию за закостенелость и жажду наживы. Что произошло дальше, вы думаю и сами знаете. Кодзима разругался с Канами, она отменила Silent Hills, из-за чего эта компания стала персоной нум-грата среди игроков. Ген организовал свою новую студию, позвал всех, с кем работал над Silent Hills, показал первый дизер Death Stranding и вновь подсадил... Голая жопа. Эээ, Death Stranding на самом деле это просто гениальная игра. Гениальнейшая. Минимум геймплея, но при этом максимум истории, которая подается максимально просто, максимально многозначительно и поэтому работает. Весь мир на иглу СПГС. Если вы не сталкивались с бесконечными теориями и скрытыми смыслами трейлеров Death Stranding, то вы видимо жили где-то в другой галактике, ведь об этом гудели из каждого чайника. Хайп Death Stranding был такой силы, что мерчендайз по игре начали продавать еще до выхода игры. И судя по тому, какие к нему становились очереди, Кодзима отбил разработку игры одними фигурками Людена и брелками с ББ. Сам же Death Stranding игроки приняли куда прохладнее, чем самую идиотскую теорию по этой игре. Поэтому точно так же, как это мертвовый... Да, я вообще не этого ожидал, но это круто. ...выходное безумие началось, так же внезапно оно и закончилось. Но расслабляться СПГСники, конечно же, не собирались. Кодзима... Он в этом моменте снимает и делает вот так, типа, знаешь, я как Наруто. Несколько лет создавал благодатную почву для всевозможных теорий и обсуждений, поэтому за его персоной и его проектами игроки стали следить еще активнее, чем раньше, разбирая каждое связанное с ним слово и картинку, которая появлялась в инфополе. И вот, наконец-то, в 2021 году еще одна бредовая теория, которая может оказаться правдой, родилась. Очередная, никому неизвестная инди-студия Blue Box показала небольшой тизер своего реалистичного шутера с элементами хоррора и выживания Abanded, заявив, что игра будет использовать все мощности консоли PS5, правильно вибрировать на DualSense и пугать всех 3D-звуком от Sony. В целом, ничего сверхзагадочного не случилось, но интернет призадумался. Почему какой-то никому неизвестной студии Sony позволила делать технологичный эксклюзив, да еще и анонсировала его в своем блоге. Проверив информацию, игроки не нашли за нидерландской Blue Box ничего примечательного. Одна провальная кампания на Kickstarter, хоррор не вылезший из Greenlight'а и еще один хоррор на телефоны, который сейчас установить почему-то нельзя, а играли в него всего 5 человек. А глава студии, Хасан Кахраман, нигде до этого не числился, и его резюме было, по сути, пустым. И вот тут понеслось. У него глаза резко стали, как у Кодзимы. Плавок у игроков мгновенно родилась стройная версия событий. Стоп, он двигается как-то неправильно, слышишь? Он двигается, как какая-то неправильная копия. Так это что? То есть он и есть Кодзим? Сегодняшний день у Кодзимы карт-бланш на что угодно. Он может создать игру про своих друзей и писающего Нормана Ридуса, а Сони, не задумываясь, оплатит этот мальчишник и даст сверху на любой другой проект, который захочет Кодзима. А Хидео давно хотел сделать хоррор и уже начинал делать Silent Hill. Звучит логично, что он так и захочет его доделать. Под эту теорию идеально ложится серия твитов в Кодзима Продакшн, в одном из которых фигурировали слова Silent, пирамида, что отсылает к пирамидоголовому, и дате релиза первого Silent Hill в Японии. В других были небольшие намеки на разработку хоррор-игры или на саму Silent Hill. Ну и помня, что Хидео уже дважды проворачивал трюк с никому неизвестными студиями, которые внезапно делают какие-то крутые проекты, можно подумать, что гений отрабатывает свою схему и в третий раз делает то же самое, теперь со студией в Дюбокс. Многие, конечно, отнеслись к этой информации скептически. Сложно поверить, что кто-то будет проворачивать фокусы со студиями в третий раз подряд и надеяться на то, что никто ничего не заподозрит. Поэтому теоретиков начали обвинять в острой форме СПГС, но, возможно, именно этого Кодзима и добивался. В любом случае, интернет-детективов уже было не остановить. Они выяснили, что Кахраман в переводе с турецкого на японский звучит как Хидео. Да ладно? Да ладно, блядь! Серьезно, это тоже ОП? Этого уже могло хватить, чтобы убедить всех, но люди полезли дальше. В профиле Google Play у Кахрамана находится фитнес-приложение, в описании которого есть фраза «Персонал тренинг», а в скобочках зачем-то написано ее сокращение. Пяти. Все, пацаны, ждем новый Сайлент Хилл, дело раскрыто. Но вот тут-то все и пошло не так, как ожидал интернет. Если раньше искусственно созданные студии обычно отмалчивались насчет теории или подтверждали ОННЕ, то Блюбокс наоборот, яро опровергает любую связь с Кодзимой. В интервью с IGN Кахраман заявил, что ситуация вокруг Абэндент его одновременно веселит и вгоняет в печаль. Ведь они – обычная инди-команда, которой повезло разработать большой серьезный проект для консоли нового поколения. И ведь в это можно поверить. Мы же ведь точно не знаем, как там все в большой индустрии устроено. Вдруг действительно все так удачно сложилось? Но как же фамилия Кахрамана, спросите вы? А вот разработчик Рами Измаил проверил торговую палату в Нидерландах и узнал, что Блюбокс зарегистрирована в 2015 году. А поскольку использовать подставную личность для регистрации невозможно, то можно сделать вывод, что Кахраман – реальный человек. После этого сообщения разгорелись горячие споры. А вдруг действительно Блюбокс – это простая инди-команда, которая не хочет, чтобы от них ждали Сайлент Хилл? Может же быть такое, что одна турецкая фамилия переводится на японский как Хидео? И разве не бывало случаев в индустрии, когда одной маленькой студии повезло вытащить счастливый билет? Правда вот Блюбокс настолько повезло, что судя по их же твитам, вместе с ними над Абэндетт работает целых семь сторонних студий. В игре задействованы известные актеры, а по части качества игра не будет отставать от эксклюзивов PlayStation. Как-то слишком много везения, не находите? Ну, они очень удачливы получаются. Я считаю, что мы – это Кодзима. Мы как Веном, только Кодзима. И очень странно, что студия, отрицающая связь с Кодзимой, пишет твит, предлагая угадать настоящее название их игры, где... угадай имя. Абэндонт. Первая буква «С», последняя буква «Л». Сука, хма-хма-хма-хма-хма. Кто же это такое? Наверное, это Сакпинал, мне кажется, да? Мне кажется, название этой игры – это Сакпинал. Да, точно-точно-точно, сотка. Где первая буква «С», а последняя буква «Л». Нет, если это реально небольшая инди-студия, которую сбил поезд хайпа, то они пишут крайне опрометчивые твиты, за что потом извиняются другими твитами перед игроками. Странно это все? А еще странно, что логотип Blue Box крайне сильно похож на логотип Sony. В особенностях игры светится фраза «Снежинки крови». Фоновая картинка YouTube-канала Blue Box показывает нам туманные холмы, оба... Silent Hill, бля... Они, наверное, не могут просто сказать, что наша игра это Silent Hill, потому что их тогда засудят. Поэтому они всячески отмалчиваются от того, чтобы это был Silent Hill, но постоянно делают намеки на то, что это реально Silent Hill, чтобы их не засудили, но при этом игроки пришли. Большинство твитов Blue Box было написано «в 3 часа ночи», что странно для Нидерландов, ведь там в 3 часа ночи поздняя ночь. Зато вот в Японии в это время раннее утро. Дровейший конспирологический котел покинуло и прошедшее E3 2021 года, где Кодзима крайне странным трейлером анонсировал режиссерскую версию Death Trading. Главный герой игры, Сэм Портер Бриджес, на костюме которого, к слову, расположилось нечто похожее на флаг Нидерландов, и надпись Бриджес, достает коробку с мандаринами, высыпает их, садится в коробку сам, сидит там некоторое время и просто из нее вылезает. На этом трейлер заканчивается, и многие, конечно, решили, что это такая отсылка к Metal Gear Solid, но с другой стороны, даже для Кодзимы такая отсылка слишком странная. Появилась теория, что Сэм, которого играет Норман Ридус, залез в коробку, которая обозначает Blue Box, потому что он участвует в создании их новой игры и является ее частью. Осталось только понять, что означают рассыпанные мандарины. Правдива вся эта теория или нет, интернет надеется выяснить 25 числа, когда пройдет демонстрация об Энде. Вот только метод презентации у этой игры тоже крайне необычный. На консоли PlayStation можно будет установить специальное приложение, которое будет в реальном времени транслировать геймплей и трейлеры игры. Сколько игр вы знаете, для которых Sony заморачивалась с отдельным приложением для трейлеров? Я думаю, что не одной. И даже если это какое-то ноу-хау от японского гиганта, почему Blue Box, которая провалила кикстартер и не смогла вытащить игру из гринлайта, выпала честь опробовать это приложение первыми? А что если действительно просто Кодзима взял и искал какого-нибудь чувака с подходящей фамилией? И просто поэтому им повезло, просто подходящая фамилия. Тут явно попахивает чем-то куда более крупным. И скорее всего в показанных трейлерах и геймплеях будет уйма загадок, отсылок и прочей информации, которые породят еще больше теорий. А теории ведь они такие. Каждой незначительной детали можно придать важности и раздуть ее до космических масштабов. И у многих шумиха вокруг Blue Box вызывает скепсис. Но даже если смотреть на все эти теории с закатанными глазами и считать, что Blue Box действительно инди-команда, которая делает свою отдельную игру, факт того, что слишком много случайностей сошлось на этой студии клином, должен вызывать вопрос. Тем более аккаунты во многих соцсетях, связанные с Сайленд Хиллом, активизировались. Кодзима и Канами, давние враги, подписались друг на друга в Твиттере. А в то время как игроки сидят на взводе, Канами разрывает им сердца и седалища, делая громкий анонс скейтбордов с принтами Тихих Холмов. Что-то точно происходит. Но пока что это все пытаются скрыть. Даже сам Хасан Кахраман записал видеообращение, чтобы еще раз доказать, что он реальный и не связан с Кодзимой. И даже если нового Сайленд Хилла мы все-таки не увидим, следить за тем, как интернет вновь сошел... Блин, это очень интересно. Я никогда об этом не знал и никогда бы об этом не узнал без этого видео. Я думаю, что мы Кодзима. И на этом Кодзима. Всем Кодзима. Кодзима на Кодзима. И Кодзима? Кодзима.